Если два начала и два начала мотаются в ту же самую сторону подключить к плюсу, один тут, другой тут через ОМ-резистор, тогда потребление два раза больше, чем если подключить вот когда одна тут, тут начало, то есть тут когда точка одна тут, тут другая тут, то есть когда одно начало подключено к диоду, а другое начало подключено, а там вот тогда потребление в два раза меньше, чем если когда две точки подключены тут. И если вот тут дротиль поставить, либо тут, без разницы, или тут, вот такой я ставил, тогда тоже потребление снижает. А если отключить вторичную обмотку, тогда и совсем потребление так, например, 200 миллиампер или 100 миллиампер, отключив вторичную обмотку, потребление становится 20 миллиампер. Сама ТЭЛК с этими транзисторами потребляет. У меня 14 миллиампер при коротком импульсе и низкой частоте. Условно низкой. Тут диод шотки у меня, тут кажется 10 Ом, этого нет у меня. Тут поставил 1 кило, там убрал 500 Ом, который раньше стоял. Тут 50 Ом. Этого нет. Транзистор 32 05, но у меня поделка из Алиэкспресс. Вот еще поставил конденсатор параллельно вот этому конденсатору, чтобы немножко думал быстрее импульсов питаются. Ничего не влияет. Тут 0,1 микрофарад. Ну вот тут конденсатор вот этот поставил, вот еще 1 микрофарад. Вот он. Так что тут уже похоже, что нечего что и менять непонятно. Я еще 2 последовательные шотки поставил диоды вот тут. Думал, может этот какой-то подгоревший. Вот еще один поставил, последовательно ему вот в этом диоду. Ну, когда его поставил, немножко потребление упало. Было 900 миллиампер, стало 80 миллиампер. Вот этот дроссель подключил. Теперь вот минуя дроссель вот один нам резистор и прямо вот на плюс. Пачек тут, конечно, никаких нет. Потому что вот я просто выставил вот этот уровень напряжения, чтобы чуть превыше, если повысится напряжение, то есть появится как бы прибавка, тогда она выключится и появятся пачки и самозапель появится. Так как пачек никаких нет, значит и прибавки никаких нет, напряжение оно не поднимается выше. Здесь напряжение питания становится. Если увеличиваю скваженность, особенно на низкой частоте, там до ампер доходит. Вообще там, если там толстым проводом намотать, там все толстым проводом, этих сопротивления, если вы это не ставите, это дроссель толстым и тут толстым проводом. Тут может и 5 ампер быть потребление и 10 ампер. То есть как-то сложно представляется, как тут может самозапитывать, если так много потребляет система. Обмотка у меня вот еще вот этой обмотки индуктивность в 10 раз меньше примерно, чем вот этой обмотки. Когда целограмма, там если отключить вторичную обмотку, там она всегда такая самая, на любых сердечниках примерно. Там нечего как бы что и смотреть даже. Вот она такая. Идет напряжение, потом идет вниз импульс какой-то длины, потом обратный импульс заряжает конденсатор. Ну и потом тут еще может быть вот тут такой импульсик быть, потом уже затухающие колебания. Примерно вот. Вид, что там не делать? Всегда такие сердечники я не пробовал, у всех примерно то самое. Вот пробовал и на этом вот. Там говорил, тоненьким проводом нужно мотать. Намотал тут тоненьким проводом. Один говорил. Вот это вторичка, это первичка. Тут 15 сетков, тут 45 сетков. Тут 0,12 миллиметров провод. Ну как у того хоббита, там который из Казахстана, там если он не фейк сделал, у него там на кольце, поэтому я тоже на кольце. Только у меня тут это кольцо из порошкового железа. Просто она побольше, у меня других ферритов нет. Ну и думал заодно проверю, как на железе работает. Вот это феррит. Он маленький, слишком показался. А еще, вот я проверял всех этих сердечников сопротивление мультиметром. Он показывает какое-то сопротивление. То есть эти все сердечники, они марганцинка. То есть они все из марганца. У марганца есть никеля цинковые, марганцевая цинковая. Это марганцевые, они немножко, то есть немножко у них как бы больше сопротивление самого феррита. Чего больше только фуков появляется. У них больше проницаемость, поэтому их используют для трансформаторов. Они более низкочастотные. А никели цинковые, они более высокочастотные. Их меньше проницаемость. Например, начальная проницаемость никельных ферритов где-то 2000 и потом где-то 6000 максимально. Ну, конечно, есть там и 100, где начальная проницаемость. Там разных есть. Высоточастотных, низкочастотных этих никельных ферритов. А марганцевых ферритов, у них начальная проницаемость, кажется, у самых наиболее проницаемых где-то 6000, кажется. Это очень проницаемых, хороших ферритов, которые большую проницаемость имеют. И где-то магнитная индукция у них насыщение примерно такая самая и у этих, и у этих ферритов, и у никельных, и у марганцевых. В некоторых, вроде бы у тех больше, в некоторых у тех, но так примерно где-то 0,5 тесла. Магнитная индукция, например, ну где-то и даже меньше. А вот, например, железо магнитной индукции, трансформаторного железа. Где-то может достигать 1,5 тесла и где-то может даже 1,7 где-то. Вот так, ну примерно, средняя где-то 1 тесла. А там выше магнитная индукция. То есть больше может как бы насытиться магнитной энергией феррит, если больше магнитной индукции насыщение. И вот у всех этих ферритов делают зазор, чтобы они не могли войти в насыщение. Но трансформатором железо не делает зазор, потому что, видимо, там невыгодно. Тогда очень много витков придется мотать, потому что проницаемость упадет и индуктивность упадет. И там магнитная индукция повыше, поэтому может больше как бы в насыщение войти. А феррит, у него магнитная индукция меньше, поэтому он так далеко не может входить в насыщение. Поэтому, чтобы он полностью в насыщение не входил, я делаю зазор. Вот этот феррит от телевизорного экрана. Первичная где-то 20, а вторичная 60. Я говорил уже, кажется, раньше. Склеенный тунно поломал сейчас в одном месте. А вот тут, кажется, тунно. Вот этот светодиодик. Последовательно с 1 килоом резистором, чтобы какая-то хоть нагрузка была. Чтобы видеть, что творится на этом конденсаторе. На этом. Какое там напряжение. Но там 1 килоом, то есть 100 килоом, тут слишком много. Он еле светит. Нужно тут каких-то 50 хотя бы или 20 килоом поставить. А то он там до 50 вольт доходит, если вторичку отключать. Вот, а если отключить вот этот диод, тогда на этом конденсаторе становится даже минусовое напряжение. Минус 9 где-то вольт. Поэтому тут минус идет. Он как-то минус заряжает этот виденой. Тут как-то через плюс проходит или что, не знаю. Но минусовое напряжение становится, если этот диод убрать. В общем, потребляет много. Непонятно, как там может какая-то самозапита образоваться. Если столько много употребляет. Вот хоть и мотал вот тонким проводом, тоже ничего не дал. Может нужно на двух половинках мотать, пробовать. Вот нога на минус. Скваженность регулируется, сделана. Тут эта обратная связь убрана. Тут вообще резистор не нужен. Этот конденсатор просто идет и один килоом резистор стоит. То есть сто километров идет. Все это делает. И это все. Тут этого дросселя тоже можно не ставить. Как говорят, очень важно и ничего не важно. Просто если тут пойдет, как бы можно просто подрегулировать этот уровень напряжения и выставить какое надо. Выходное напряжение. Он когда достигнет, например, 14, 15, 16, какое нужно напряжение. Тут делитель выставить. Тогда TL4D4 выключится и прекратится генератор. А потом снова достигнет, снова. И так можно мощность выставлять. Если 12 вольтовый светодиод какой-то 20 ватт, например. Если повесить. Конечно, может от 16 вольт и сгореть. Чтоб не выключалось. Как бы повысить немножко напряжение можно. Будет постоянно вообще работать. Если вообще, думаю, не будет никаких пачек. Если не сможет как бы подняться напряжение при сильной нагрузке. На каких 9 вольт, например, будет работать. Ну и этот он тоже только как бы для прикола, так сказать. Тут ничего по сути не делает. Так как тут все равно хоть 15 вольт, хоть 14, хоть 11, подавай. Тут все равно все будет работать. Вот на эти ключи будет все равно поступать напряжение. И затвор до 20 вольт может работать. Хоть 9 вольт тоже может от 7 до 20 вольт работать. Затвор. Просто немножко буду перезаряжать. Если, например, 15 вольт заряжать затвор, так не обязательно до 15 вольт хватает, до 10 вольт каких. Поэтому тут можно даже на 9 каких вольт поставить. Чтоб не так мучить затвор, как бы меньше потребляла сама ТЛ494. Потому что уже где-то вообще-то 3 и 2 вольт уже начинает транзистор пропускать. А где-то при 6 вольт он уже, можно сказать, в зависимости еще от самого транзистора, он, как правило, уже от 6 вольт почти полностью открыт, можно сказать, уже полностью открыт. Но просто еще на диодах пойдет какой-то 0,5 или 1 вольт на падение напряжения. Поэтому желательно до 7 вольт где-то, чтоб тут уже на затворе было. Так поэтому тут надо где-то 8 вольт подавать. Минимум. Или 7, это 7 вольт. Так, 14 миллиампер потребляет ТЛ. Тут как-то многовато. Ну, где-то, может, максимально 20 миллиампер при большой скважности. И высокой частоте, может, больше даже. Вот я этим меряю прибором это более точно, сколько потребляет. То есть, даже когда выкрутить вот этот делитель и выкрутить на такое положение, чтобы полностью выключилось, она и то потребляет 13 миллиампер. в полностью выключенном состоянии. Видимо, тут всякие резисторы потребляют стерилизаторы. то есть так, чтобы заканчиваться в контейнете вон. То есть, это тоже для зрителя на волн. А я не спрашиваю. Я не спрашиваю. А я не спрашиваю. Я не спрашиваю. Вот я, у меня. Sea! Я могу здесь головелю оплынуть. Хуйский номер. Наbourg Сландо. Забβαants. Продолжение следует...